22 тысячи жителей эвакуированы из 10 поселков Туркистанской области после сильного подтопления, вызванного прорывом дамбы на Сардабинском водохранилище в Узбекистане. Сейчас им оказывают помощь, ведут переговоры с узбекским правительством. Об этом в своем твиттере написал президент Касым Жмар-Токаев. Аким области у Мирзакшу Киев сегодня провел очередное заседание оперативного штаба. О том, как будут поддерживать тех, чьи дома оказались под водой, расскажет Рауль Габитов. Пострадавшие в беде не останутся. Аким область у Мирзакшу Киев поручил оказать людям всестороннюю помощь. В частности, обеспечить людей питанием и определить размер нанесенного ущерба, чтобы решить вопрос компенсации. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость построить плотины для защиты населенных пунктов, оказавшихся под угрозой исчезновения. Объекты социальной инфраструктуры, да, они пострадали, в том числе и школы, и детские сады, и больницы. Как только мы выясним последствия, да, и причины, и каков ущерб, мы обязательно свяжемся и со спонсорами, и выделим средства из резерва области. И думаю, эти объекты в ближайшее время будут восстановлены. Сейчас дело возможное, чтобы остановить подступ воды. Вокруг сел роют каналы и сооружают заградительные дамбы. Минувшей ночью вода пришла и в село Морзакент. Жителей вывозили на автобусах. Большую часть разместили в эвакуационных пунктах. Нас обеспечивают всем необходимым – едой, водой, постельными принадлежностями. Все мы в безопасности, никто не остался на улице. Спасибо за заботу. В спасательных работах задействованы свыше 600 полицейских, спасателей и военнослужащих. Во время обхода одного из подтопленных сел нашли 24-летнего парня. У него было травмировано колено. Передвигаться самостоятельно он не мог. К слову, спасают не только людей, но и охраняют дома, пресекая факты мародерства, помогают животным. Всего в результате наводнения пострадали сотни жилых домов. Затоплено 10 сел. Эвакуированы 22 тысячи человек. Вода уничтожила больше 3,5 тысяч гектаров посевов. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар-24, Туркестанская область.